Ася, скажи всем привет! Всем привет! А куда ты пришла? Мороженое кушает? Да! Вкусно? Да! А с чем у тебя мороженое-то? Это с чем? Кумика! Кумика? Да! Почек! Ой! Девочки, у нас здесь в Пахдю есть такой магазин 20 кило шоп Здесь одежда продается в килограммах Вот, смотрите, вот здесь вот у нас есть прайсы, шемис, то есть сорочки, кофты верхняя одежда, легкая верхняя одежда 60 евро килограмм Билеты кожаные 60 евро Панталоны 40 евро килограмм Сумки 30 евро килограмм Обувь 30 евро Вот такой вот интересный магазин Посмотрите, какие игрушки, прям как там советские Как в моем детстве Так, мы приехали с дочью в Пахдю Нам нужно для знакомой подарок купить И вот она у меня прогуливается Она в восторге, конечно, от декораций Тебе нравится? Да! Девочки, как вы понимаете, сегодня у нас уже вторник И эта маленькая заразка опять привязалась ко мне хвостиком Потому что 4 человека из ее садика болеют ковидом Опять 25 Так что мы опять дома Все по-старому, короче Сейчас мы вместе с ней идем отправлять заказные письма И после этого пойдем с ней вместе Хозяйск, куда мы с тобой потом пойдем? Потом, да, мы с ней вместе идем в магазин У нас здесь около дома есть очень хороший большой магазин Там все для сада, для дома Пойдем сейчас поиграем И там очень много елочных игрушек, елочек Мы пришли в магазин Смотри, какая красота Красиво? Да Говорит Зун Нет, это не снег Пойдем Возук Возук Так вот тут красиво Здесь разные цветы Кактусы Все, что хочешь Здесь всегда Каждый год елочные игрушки привозят Кстати, рыбок наших мы здесь покупали Смотрите, какой красивый горшок Согласитесь, очень красиво Горшок Да, Мануис Вот такие вот красивые, интересные есть Так, все, вот здесь мы проходим Здесь уже идут животные всякие Рыбки Иди смотри, какие кролики Такие хорошенькие лапушки Пойдем? Хорошенькие Смотрите Вам на первый взгляд Может показаться, что это вкусные печеньки Но на самом деле Эти печеньки для ваших домашних питомцев Так что Так вот все выглядит И попадаем в рай Я настолько сильно люблю всякие такие Дизайнерские, декоративные штучки Что просто не могу Вот, допустим, вот эта новинка И она очень красивая Просто глаза разбегаются И вот по такой дорожке мы проходим И попадаем в зимнюю сказку Вау Красиво, мама Очень красиво, мама Очень красиво Смотри, какие мишки Да, ты только не трогай, а моя девочка Тут на самом деле очень много всего разного На любой вкус На любой кошелек Каждый, мне кажется, найдет что-то себе по душе Вот так все красиво в корзиночках лежит И выбирай, что хочешь Смотрите, какое большое количество Елочных игрушек Видите, вот этот весь ряд Идут разные гирлянды Видите, какая милость Вот мне нравятся очень вот эти вот розы Хотя раньше мне не нравилось Когда на елке были цветы Сейчас же иначе Вот эти, кстати Познавинка Вот тут у нас страна шелкунчиков Всяких разных Кстати, в прошлом году Муж как раз покупал из этого магазина Нашего шелкунчика У меня муж точно так же, как и я Очень любит весь этот новогодний декор И всегда, даже без меня Покупает, когда бывает в магазине Ему что-либо надо Здесь в серебристом цвете все Я хочу очень цветочки Но что-то я не вижу Смотрите, куда она залезла Пока Давай Все-таки Новый год Это совершенно другой Волшебный, мне кажется Для всех праздник Даже взрослые не перестают верить в чудо Посмотрите, как у нее тут уютно Она заставила меня тоже сесть сюда У нас уютненько Такой фонарь красивый Я желаю, чтобы все ваши заветные желания в этом году исполнились Вообще, я пришла за таким снегом В баллонах которой Чтобы нашу елочку немножечко заснежить Так скажем Единственное, не знаю, какого размера мне взять Чтобы мне хватило на всю елку Посмотрите, девочки Тут столько красоты И так хочу все вам показать Эти вот подсвечники Мне нравятся очень Так, вот тут еще есть разные ароматы для дома Мы здесь покупали как-то с мужем И они реально очень долго держатся И такой приятный, не сильно принтерный аромат Тонкий на весь дом И вот еще очередная красота Так, в итоге я взяла большую Чтобы на всю елочку равномерно красиво Опрыскать Смотрите своего Деда Мороза Вот такой Кушай, ладно Ну, не знаю Ну, не знаю Мы с сыном приехали в торговый центр «Конфрианс» в «Гоуспорт», и сейчас будем его досидевик смотреть. Я все-таки решила на сайте не заказывать, потому что ему 8 лет, я обычно покупаю на 10-11, и чтобы не прогадать, я думаю, лучше дойду сама с ним, и заодно померяем фразу. Зашла, они здесь в разных размерах, сейчас померяем. Так, еще зашла в магазин «Каэти» взять ему вот такой вот типа шарфика, у него был в прошлом году, но уже малого, так что вот этот возьму, ему и с шапкой подойдет, и с курточкой красиво будет. Он уже свой шарфик надел, ему тепло, хорошо. Девочки, прежде чем попрощаться с вами, хотела бы ответить на один вопрос, который очень часто мне задают в жизни, и, в принципе, уже на ютубе. Как у меня получилось сохранить фигуру после рождения двух детишек? Вообще, прихожу в форму после родов я в течение трех месяцев. То есть, когда моим детям исполняется три месяца, я уже полностью в прежнем весе. Когда я говорю о питании и активном образе жизни, не понимаете под словом «питание» диету. Нет, девочки, диету я не соблюдаю. Но у меня есть определенное правило в питании. Девочки, ключевой момент. Вы должны кушать часто, но по чуть-чуть. Очень часто мне говорят, что вот я кушаю один раз в день, но у меня не получается так похудеть, как у тебя. И когда я задаю вопрос «что ты кушала этот один раз?», когда мне начинают говорить, что они кушали, я понимаю, что, в принципе, этот один прием пищи можно было бы разделить на три приема. То есть, кушает один раз, но в больших количествах. Вот это очень большая и серьезная ошибка. Вы должны кушать часто, но по чуть-чуть. Каждый раз, девочки, когда вы много кушаете, вы каждый раз растягиваете свой желудок. И получается так, что с каждым разом ваш организм начинает требовать, просить больше. Если вам сложно, когда вы садитесь там с близкими, родными за стол, и вам сложно отследить тот момент, сколько чего вы поели, мой совет, вам наложите все, что вы хотите в маленьких количествах к себе в тарелочку, и больше этого не съедайте. То есть, вы наложили всего по чуть-чуть в маленьких количествах, и все, больше вы не кушаете ничего. Вот это очень важный момент. Включите в свой рацион много овощей и фруктов. Употребляйте те продукты, которые максимально разгоняют ваш метаболизм. Особенно шпинат, особенно брокколи, вот все такое, что разгоняет ваш метаболизм. Это чернослив, вы можете варить компот из чернослива, тоже очень хорошо помогает. В общем, вот, это единственное, что я вам могу посоветовать. Вообще, я вас отлично понимаю, для меня очень важно было сохранить свою фигуру в прежнем состоянии. Я считаю, что девушка должна следить за собой, за своим весом, за тем, как она выглядит. Вот, девочки, есть, конечно, определенные моменты, есть, конечно, исключения, когда лишний вес связан с гормонами, с гормональным дисбалансом, то есть, когда ваши гормоны не в порядке, когда у вас проблемы с щитовидной железой. То есть, это все ведет к лишнему весу, к лишним килограммам. Тут уже нужно подходить с двух сторон, то есть, корректировать свое здоровье, и потом уже питание. Но в любом случае, даже если у вас проблемы с гормонами, проблемы со здоровьем, тот момент, что надо кушать часто, но по чуть-чуть, девочки, актуален всегда. Вообще, когда вы кушаете, нужно уметь остановиться не на том моменте, когда вы понимаете, что, ой, все, я больше не могу, нет, а тогда, когда вы понимаете, что, в принципе, вы уже не голодны. И еще один очень важный момент, который нужно соблюдать, это то, что нельзя забивать еду. Это тоже очень круто растягивает желудок, и опять же приводит к тому, что в последующий раз вы кушаете все больше и больше, и потом этот организм ваш не успевает переваривать, и, естественно, откладывает все в жиры. Если вы можете посоветовать об этом в комментариях, в вашем способе похудения, что-нибудь такое дельное для девочек, которые хотят сбросить килограммы, его у меня в подписках, напишите, общайтесь между собой тоже. Вот, девочки. Так что, девочки, это уже выбор каждого. Я уверена, что если вы очень сильно заходите, все психологические настрои у вас будут на то, чтобы сбросить лишний вес, то у вас обязательно получится. Девочки, заказала я еще себе два кислотных пилинга на одном сайте, пока не буду говорить на каком, потом, дай бог, придет мой заказ, обязательно тогда уже вам расскажу. Вот уже вообще больше недели прошло, как я заказала, и до сих пор не получила свой товар. Немножечко начинаю переживать, хотя, в принципе, я оплачивала через PayPal, мне это немного вселяет доверие. Вот, напишите, пожалуйста, пользуетесь ли вы какими-нибудь домашними кислотными пилингами, и вообще, есть ли у вас такие продукты по уходу за собой, на которые вы мне посоветовали обратить внимание. Давайте вообще делиться с секретами красоты. Вот, вообще вы у меня такие добрые, такие хорошие. Напишите мне, пожалуйста, из какого вы города, замужем, не замужем, и сколько вам лет, если у вас дети. Потому что уже очень часто я вижу девочек, которые на постоянной основе пишут мне, и мне очень интересно узнать о вас поближе, насколько это возможно. К сожалению, каждого из вас в лицо я не вижу, но постоянно пишите мне комплименты, мне очень приятно, я не сомневаюсь, что вы тоже очень красивые, эффектные девочки, потому что душа у вас очень красивая. Не каждый человек может сделать комплимент другому, вы же пишите комплименты, мне безумно приятно. Я уже три раза перезаписываю это видео, потому что моя камера сегодня отказывается меня снимать, и просто не фокусируется на мне. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, не стесняйтесь, задавайте мне, обязательно отвечу в формате видео, или же в комментариях. Давайте общаться, давайте дружить. Кстати, сегодня у нас праздник света в Лионе, уже, по-моему, третий день, и, если я не ошибаюсь, сегодня последний день, и я попытаюсь вбежать в последний вагон и поехать сегодня вечером и что-нибудь вам показать интересное. Вообще сейчас такое необычное время, вот этот запах горячего глинтфейна, жареных каштанов, я так люблю. Так, взяли мы ей шарик вот такой вот, 10 евро стоят такие шары. Вот такой вот у нас здесь железный человек. Кидаешь монетку, он начинает двигаться. Всегда в обычные дни у них фонтан идет, и вот сейчас, когда сделали такое освещение, оно красиво отражается в воде. Средственный эффект получился. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы заранее вышли, потому что потом сейчас, когда уже шоу закончится, выйти и пробиться уже здесь будет очень сложно Так что такие вот дела Пойдемте, Балис! Вот у нас кафешка есть новогодняя Красота просто на каждом шагу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Насколько художник передал красиво Реально, как будто фонарей свет идет Вот такая атмосфера у нас в городе Красота на каждом шагу Девочки, я всем желаю в этом году много-много счастья Катев, если ты меня смотришь, давай ко мне сюда прилетай Потому что мне кажется, что ты отценишь На этом, мои красивые, буду с вами прощаться Спасибо, что еще один день были со мной Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь Вам не сложно, а мне очень приятно Я вас люблю, целую, всем пока-пока